Эх, Иви, милочка, что случилось? Ты так и не притронулась к завтраку. Ты хорошо себя чувствуешь? Неприятности, чемпион. Всё хорошо, просто мысли. Ну типа эволюция и всё такое. Как раз вовремя. Почему бы нам тогда не подбодрить тебя отличными новостями? Мы с папой поговорили. У тебя как раз тот возраст и столько произошло в этом году. Мы поговорили с Хранителем Камней насчёт твоего грядущего дня рождения. Ты готова эволюционировать? И тогда твой младший останется единственным Иви в семье. Иби, Иби! Разве это не здорово? Что скажешь? Ну, эм, есть кое-что о чём я думала. Эм, я думала о том, что вдруг кто-то при возможности эволюционировать, он не станет эволюционировать. Дорогуша, мы понимаем, эволюция может пугать. Отсутствие выбора – это часть жизни. Но здесь не нужно нервничать. Взросление может показаться не таким весёлым, ведь у тебя появится новая ответственность. Но у тебя, как у Джолтиона, появятся новые способности. И ты сможешь помогать нам со всеми семейными делами. Это не здорово? Тебе понравится быть Джолтионом, милая. Ты будешь шокирующе потрясно проводить время. Ха-ха, да, наверное. Игрок может бросить кубик и выбрать второй шетон, который может поставить на квадрат с выпавшим числом. Не может быть, дай взгляну. Тук-тук-тук. Кто это? Не знаю. Я сбежала из дома. И мне нужна ваша помощь. Ты сбежала? Круто. А ты взяла с собой приставку? Можно я поиграю? Но почему? Меня выбесили мои родители. Разве это подходящая причина? Я бы тогда сбежал много лет назад. Однажды папа сделал печенье с изюмом вместо шоколадной крош. Они хотят заставить меня эволюционировать. Бу-бу. Чё? Я думал, что ты очень хочешь эволюционировать. Я хотела, но потом задумалась обо всём этом. Но сейчас я не знаю. В смысле, так ждала всего этого. Но теперь, когда уже могу это сделать? Я совсем не уверена, что хочу быть Джоутионом. А как насчёт Флориона? Ну или не знаю, у тебя вроде куча вариантов? Не совсем так. По крайней мере, не в нашей семье. У нас все Джоутионы, и так было всегда. В некоторых семьях детям позволяют выбирать, но не в моей. Все зациклились на одном типе эволюции. Кто-то насильно заставляет эволюционировать своих детей ещё в юном возрасте. Кто-то позволяет вырасти и решить когда, но ни в кого. Но мои родители не позволяют мне ни то, ни другое. Я была так взволнована, но на днях начала всё обдумывать и стала сомневаться. Может, мне стоит попробовать что-то другое? Ты рассказала им об этом? Типа того. Но мама была так увлечена всем этим, что я решила, что мне нужно время подумать. Иви, Иви, смотри! Я взял свой походный рюкзак для выживания. Незаменимая вещь для побега из дома. В нём есть одеяло, бутылка воды, два злаковых батончика, компас, увеличительное стекло, книжка комиксов, мой любимый сборник анекдотов, жвачка, камни, которые я нашёл где-то, банка с вареньем, зубная щётка и носки. Чё? Вау, это круто! Откуда у тебя набитый доверху рюкзак для побега? У каждого должен быть такой на случай нападения зомби. А что насчёт взрослых? Они будут в ярости, узнав, что мы помогли Иви сбежать. Неа, смотри. Пап, мы пойдём в домик на дереве, чтобы помочь Иви сбежать, хорошо? Хорошо, только не лазь на чужую территорию и будь к ужину к 7 часам дома. Ладно, пошли, я покажу тебе домик на дереве, в котором ты сможешь пожить. Это здорово, большое спасибо. Но, но... Бу-бу! Но, но... Ааа! Ну, хотя бы взрослые знают, куда мы пошли. Эй, подождите меня! Слушай, я всё ещё считаю эту идею безумной, но всё же мы друзья. Тебе нужна помощь, так что я помогу. Друзья существуют для того, чтобы творить безумные вещи. Почему бы не стать крутым покемоном водного типа, вопарионом? Огненный тип тоже очень крут. Мы сможем вместе заниматься сёрфингом. Или практиковать огненные атаки. Бу-бу-бу-бу-бу-бу! Точно! Всем нравятся растения. Глосион тоже хороший вариант, но всё же есть сомнения, ведь нужно будет постоянно жить в холоде. Вряд ли это так весело. Ага, ещё придётся совершить большое путешествие ради этой эволюции. Какие ещё есть варианты? Ну, есть ещё волшебные, тёмные психические типы. Сильвеон, Умбрион и Эспион. Для эволюции в них не требуются камни. Если я правильно помню, то для этого необходим определённый уровень дружбы или любви. Бу-бу-бу-бу! Бу-бу! Точно! Как дружба может способствовать эволюции? Может ли это случиться из-за дружбы с нами? Ты можешь эволюционировать из-за дружбы с нами? Почему ты раньше не сказала? Это значит, что нам нужно перестать дружить? Нам нужно обижать тебя, чтобы этого не случилось? Мне кажется, нам не нужно так делать. Не думаю, что дружбу можно повернуть вспять. А мне откуда знать? Я же не доктор. Я только знаю, как работает обычная эволюция. Что если мы уже супер-друзья? Что если она вот-вот эволюционирует? Нам нужно это исправить. Ребят, ребят, всё хорошо. Я уверен, что это немного не так работает. И для этого нужны годы. Такая эволюция происходит со старшими. Поэтому нас эволюционируют в юном возрасте, чтобы мы могли дружить и заниматься всякой чепухой. Фуф. Видишь, я больше не переживаю. Бу-бу! Чар всё равно был бы никудышным задирой. Эй, я могу быть грубым. Ты не можешь. Ты крут во многом, да? Но у тебя не получается быть плохим. Он прав. А вот и нет. Мне просто не нравится быть грубым. Сейчас я вам покажу. А-а-а-а-а! Пффф. Ха-ха. Ладно, ладно. Не могу я. Пойдём уже. Мы пришли. Вот и он. Это и есть домик на дереве. У него были стены, но отвалились. Но он всё ещё в хорошей форме. А чей он? Он принадлежит всем тем, кому нужен отдых. Бу-у. Никто не знает, кто его построил. Он здесь всегда был. Так что все пользуются им. Значит, ничего, если я останусь здесь? Конечно, народ часто здесь бывает. Так что всё хорошо. Мы здесь раньше разбивали лагерь. Так что совершенно точно могу сказать, что он не захвачен призраками. Эм... Это хорошо? Это очень важный момент. Эй! Джекпот! Вот кто-то оставил тут карты и ещё какие-то вещи. Вот если бы я мог выбрать тип эволюции, то стал бы психического типа. Было бы круто двигать вещи с помощью мозга и не пришлось бы каждый раз ходить к холодильнику. А я бы выбрал боевой тип. Ну или каменный. Или ядовитый тип. Он очень крутой. А ещё мне нравится фиолетовый цвет. Как бы это работало? Мне пришлось бы съесть испорченную еду или типа того. Мы можем хоть ненадолго перестать говорить о эволюции. От неё я чувствую себя подавленной. Оу, извини. Здесь половины карт не хватает. Я думаю, нам стоит поиграть во что-то другое. Ага, Бульба взял их для своего карточного замка. Бульба, как у тебя дела с карточным замком? Бу-бу! Бу-бу-бу-бу! Бу! Хи-хи. В таком случае я выиграла. Чего? А вот и нет. Я теперь здесь живу, так что сама и устанавливаю правила. Хи-хи. Слушай, а это качели висят рядом с домиком? Да, они вон там. Качели всё ещё целые? Да, вот и они. Это супер старомодные качели, которые похоже сломаются сразу, как мы сядем на них. Хм. Ставлю на то, что смогу допрыгнуть до них. Ты определённо умрёшь. Ха, Иви призрачного типа. Да, ты прав. Точно, я могу заняться декорированием. Может нам взять одеяло, развесить их, соорудить что-то вроде навеса? Не, в них часто кишат пауки. Тогда сделаем крышу из карт. Бу-бу! Вон там я поставлю диван, а вон там двухъярусную кровать. Нет, трёхъярусную. Я повешу диско-шар, поставлю колонки. Здесь всегда будут вечеринки. Эм, а ты надолго здесь хочешь остаться? Не знаю, навсегда. Пока мои родители не передумают заставлять меня эволюционировать в Джолтиона. Чего никогда не случится. Мои родители стали Джолтионами. Моя бабушка с дедушкой были Джолтионами. Мои тёти и дяди Джолтионы. Прабабушки и прадедушки были Джолтионами. Если не хочешь стать Джолтионом, очень плохо. Вот поэтому я и решил избежать. Вместо всего этого я стану дикой. Буду Иви беглянкой. Иви без типа. Я останусь здесь и не буду эволюционировать. Я буду классным ребёнком вечно. Но ты же вернёшься домой? Ты не понял про побег ничего? Нет. Никогда. Теперь это моя жизнь. Ну, если ты так хочешь. Но как ты будешь питаться? Она может добывать всё сама. Как это? Проще простого. Я в играх всегда так делаю. Как это работает? Всё просто. Нужно найти что-то, что может дать тебе что-нибудь. А затем ты бьёшь это, и оно даёт тебе разные штуки. Посмотри туда, например. У куста есть пятна. А пятна означают ягоды. Ударь куст, и он даст тебе ягоды. Затем побей ягоды, и получишь джем. Точно! Я вспомнила, как это делать. Если я прокопаю дыру достаточно глубоко, то дойду до воды. Или найдёшь кучу драгоценностей. Станешь супер богатой, и сможешь просто купить себе джем. Я смогу создать ферму и посадить на ней зёрна. Это же самое простое на свете. Ладненько, я собираюсь прыгнуть на качели, и с них запрыгнуть на другое дерево, чтобы очень сильно ударить его и начать строить свой дом. Иви, стой! Нет! Призрачная Иви! Ха-ха, я на самом деле не собиралась прыгать. Блин, а я уже всерьёз начал думать, что ты прыгнешь. Бу-бу! Бу-бу! Почему бы нам не взять лестницу, а между тем не поискать палки для топора? Это отличный план. Да! Оу, похоже, начинает темнеть. Бу-бу! Оу, да, скоро ужин. Видимо, это значит, что вы пойдёте по домам. С тобой всё будет в порядке? Да, всё будет хорошо, не беспокойся. Я разобью лагерь, всё подготовлю и создам уют в мгновение ока. Я попробую улизнуть после ужина, принесу папины инструменты и остатки от ужина. Круто! Это было бы шикарно. Ладно, увидимся позже, желаю тебе хорошо провести здесь ночь. Пока, желаю тебе неплохо поужинать. И большое спасибо. Так-так... Пока, ребята, пока, скоро увидимся, с вами было суперкруто, пока! Бу-бу! Пока! А, увидимся! А теперь займусь обстановкой, пока всё не станет потрясно. Это была отличная идея. Ням-ням-ням. Может, мне стоит сказать всё маме и папе? Ах, я не знаю, правильно ли я поступаю. Может, мне стоит... Бу! А-а-а! Ага, попалась! Уверена, я хорошенько тебя напугала. Нет никого страшнее. А-а-а! Оу! Ты в порядке? Какого? Нет! Я здесь сижу одна, ты ни с того ни с сего, появляешься из ниоткуда. У меня было всего лишь два злаковых батончика, так что я голодна, как не знаю кто. У меня куча дел, понимаешь? Я должна была эволюционировать на своём дне рождения, но потом я нашла этот камень эволюции и задумалась о всех других вариантах, о том, что могу остаться той, кто я есть. И все мои друзья хотят, чтобы я эволюционировала в разные типы, но я не знаю, какой тип подходит мне. Все так взволнованы, они не понимают, каково иметь столько выбора. И я не хочу сделать неверный выбор, эволюционировать кого-то, кем я не смогу сделать никого счастливой, или кем я вообще не хочу быть. Не важно, какой я сделаю выбор, ведь кто-то обязательно расстроится, если я буду не того типа, какой хотел он, или может я вообще не захочу эволюционировать, что может расстроить вообще всех. Или вдруг я сделаю выбор и возненавижу его, но обратного пути уже не будет, и я останусь такой навсегда. Божечки, а ситуация и правда сложная. Тебе стоит сделать свой собственный выбор, и если кто-то будет недоволен, просто сказать... Отстаньте от меня, это мой выбор! А? Я правильно тебя расслышал? Ты раздумывала о том, как стать призрачного типа? Да. Это же замечательно, быть призрачным типом очень круто, и кстати говоря, я знаю, как это сделать. Правда? Конечно, многие мои друзья изначально не были призрачного типа, они эволюционировали самыми разными способами. Так значит, я смогу стать призрачного типа? Да, это правда очень-очень просто. Всё, что тебе нужно, это... Умереть! Ха-ха-ха-ха, да шучу я, ха-ха, ты бы видела своё лицо, но прекрасно! Ха-ха-ха-ха... О, а что это? Это кусочек лунного камня, я получил его от того, кто разбил большой, который где-то нашли мои друзья. Как классно, он очень похож на камень заката, который использует моя семья. Вы тоже эволюционируете с помощью камня? Да, так что мы можем эволюционировать, когда захотим. Ого. Кажется, я что-то слышала про этот камень заката, но вряд ли. Как думаешь, с его помощью Иви могут эволюционировать? Как думаешь, что он делает? Может, я бы попробовал ради того, чтобы узнать, как это работает? Ого-го, не имею и малейшего понятия, сможешь ли ты эволюционировать, но это звучит весело. Я могу слетать и принести тебе этот камень, и мы сможем убедиться в его эффекте. Скажи мне только. Что? Ты правда хочешь попробовать случайный камень для эволюции, или просто откладываешь принятие решения? Ну, я думаю, я думаю, что да. Я всё ещё не могу решить, остаться Иви кажется лучше, чем сделать выбор. Бзззз, ответ неверный. Остаться Иви – это тоже выбор. Между выбором и отсрочкой практически нет никакой разницы, различие только в том, что ты будешь знать о том, что случится. Лучше ведь чувствовать себя в безопасности, зная, что ты можешь изменить своё решение, пока всё не стало необратимо. Ты так напуган выбором, и поэтому у тебя в каком-то смысле этого выбора не так и много. Но если ты не выберешь ничего, то какая разница, будь у тебя один выбор или миллион? И вообще, разве заниматься такими делами, как, например, пугать тебя не весело? Э-э-э, я... Иви! О-хо-хо, кто же это? О-о-о, у кого-то неприятности. Я всё ещё могу выбрать призрачный тип. Иви, я знаю, что ты там, я вижу твои уши. Ха-ха, здравствуйте, мистер Бластойс. Звонила твоя мама, хотела пожелать тебе спокойной ночи, раз ты ночуешь со сквиртлом у нас дома. Что, кстати, забавно, если учесть то, что я не припомню, чтобы он спрашивал, можно ли тебе у нас переночевать. Но помню разговор про то, чтобы помочь тебе сбежать в домик на дереве. Упс, похоже, я немного накосячила с побегом, да? Призрак? Она исчезла. Иви, может ты хочешь спуститься и поговорить обо всём этом? Я бы поднялся, да вот... Не думаю, что лестница выдержит мою диету для холодного времени года. Ладно. И вот поэтому я сбежала из дома. Ну, это определённо веская причина для побега. Ты разговаривала про это со своими родителями? Нет, нетушки, исключено. Они не поймут. Слушай, мне не понять твоё беспокойство о выборе, но я понимаю твоё волнение за эволюцию. Среди своих друзей я был самым юным, поэтому эволюционировал последним. Я так боялся вырасти из всего того, что я любил, когда был маленьким. Когда я, наконец, эволюционировал, большую часть времени проводил, скучая по себе молодому. Мне понадобилось время, чтобы понять, что это всё ещё я. Просто немного пушистее. Взросление может вселять неуверенность, вне зависимости от обстоятельств. Даже когда мы знаем, что должно будет случиться. Традиция твоей семьи эволюционировать только по одной проверенной ветве эволюции, возможно, такой способ бороться с этой неуверенностью. Я сказал твоей маме, что ты у нас, так что почему бы тебе не поговорить с родителями завтра? Прежде чем сделать выбор, лучше поспать. Голова будет яснее. Вы правда так думаете? Я в этом уверен. Мы можем рассказывать страшилке, чтобы отвлечься от этих мыслей. Что скажешь? Звучит неплохо. Хи, хорошо. Иби, Иби! Очень интересно, милая, теперь даешь завтрак. Мама, Иби! Мам, пап. А вот и она. Иби! Привет, солнце! Как прошла ночёвка у друзей? Ты у них кушала? У нас, если что, и для тебя завтрак найдётся. Не надо, спасибо. Вообще-то я хотела с вами поговорить кое о чём. Я думал о эволюции. Я не боюсь расти и эволюционировать, но я хочу иметь выбор. Для начала я хочу ещё немного побыть Иви. Я люблю вас, но если говорить про эволюцию, я не хочу быть Джоутионом. Я... я хочу... Я хочу путешествовать и изучать эволюции. И когда наступит время, хочу эволюционировать с помощью друзей. Психический или тёмный тип для меня одно и то же. Я всё ещё не могу выбрать какой, но я могу выбрать способ, как мне выбрать подходящий. Что? Почему? Это плохая идея, милочка. Рядом с нами нет никого такого типа. Ты будешь одна. Но всё хорошо, ведь я буду всё ещё я. И не будет никакого недостатка в моём типе. Я всё ещё смогу помогать по дому. Всё будет хорошо, разве нет? Эм... Это немного импульсивный поступок, понимаешь? Я понимаю, я должна была поговорить с вами раньше, но очень долго всё обдумывала. Не буду тебя врать, дорогая, этот разговор разочаровал меня, но мы уважаем твоё желание отложить эволюцию. Мы можем перенести церемонию на следующий год, всё хорошо. А насчёт этого выбора типа, поговорим про эту часть твои выходки позже. Так значит, Иви отправилась домой? Мой папа подбросил её до дома после завтрака, так что у неё там разговор с родителями. Ого! Эй, ребята! Привет, ты поговорила с родителями? Как всё прошло? Бу! Всё хреново. Родители просто супер злые. Возможно, прямо сейчас пишут большой список, почему я должна их слушать, но хотя бы позволили пока не эволюционировать. Я рада, что поговорила с ними. Ребят, спасибо вам всем за помощь. Потрясно! Бу-бу! Без проблем! Для этого ведь и есть друзья. И да, друзья, спасибо за просмотр. Поддерживайте этот ролик лайком и подписывайтесь на канал. И заценивайте мои другие видосы. А с вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!